Всем привет! В данном ролике готовим рулет из трех ингредиентов, а самое главное, что в нем нет муки, лаваша и теста. Всем приятного просмотра! Поехали! Для начала нам понадобится кусочек сыра, перекладываем его в одноразовый пакет, завязываем узел, вооружаемся кастрюлей, перекладываем сыр в кастрюлю, заливаем водой и отправляем подогреваться на плиту, пока он полностью не расплавится. А пока возьмем куриные грудки и грибы-шампиньоны. Вооружаемся, естественно, острейшим ножом самура, который, кстати, можно купить по ссылочке в описании, и нарезаем грибочки. Далее нарезаем куриные грудки небольшими кусочками, но не слишком мелко, чтобы не пересушить во время приготовления. Перекладываем курицу в отдельную тарелку, подставляем поближе, добавляем сухой чеснок, соль и черный молотый перец. Тщательно распределяем специи по курочке, берем подготовленные ингредиенты и отправляемся к плите. В сковородку наливаем растительное масло и первым делом обжариваем куриные грудки. Жарим, пока курица не приобретет золотистый цвет, а далее можно добавлять грибы-шампиньоны. Готовим, пока грибы полностью не усядут, а далее можно добавить любые специи, но я сделал полегче. Я добавил аджику, которую я делал в прошлом видео. Кстати, рецептик ее можно посмотреть у меня на канале. Выпариваем всю жидкость будущей начинки, а когда уйдет вся лишняя влага, можно снимать. Отставляем пока начинку в сторону, все лишние предметы и берем расплавленный сыр. Он по состоянию напоминает тесто, поэтому мы его благополучно раскатываем в тонкий пласт. Далее распределяем начинку по сырной лепешке и при помощи нехитрых движений закатываем в рулет, так как я показываю в видео. Подставляем рулет поближе, обворачиваем в пищевую пленку, перекладываем на досточку и отправляем в холодильник на 1 час, чтобы рулет остыл. После того, как наш рулет полностью остынет, нарезаем его на порционные кусочки и перекладываем на тарелку. И теперь можно переходить к дегустации. Ну что, ребят, сегодня мы приготовили довольно-таки интересное блюдо из самых обычных ингредиентов. И данное блюдо получается очень вкусное. А если вас заинтересовал рецепт, смело забирайте и готовьте с удовольствием на своей кухне. А у нас данный ролик подходит к концу. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Всем до новых встреч. Пока-пока.